Согласно законодательству, что правительство не делает перерасчет страховых выплат, так званых регрессных выплат. Ну и два вопроса, которые касаются нашего 55-го завода, всем из жителей этого завода. Александр Алексеевич сказал, естественно, боимся за себя, за наши семьи, за наших детей. Поэтому нам менее безразличны к той проблеме, которая создалась в нашем городе, в нашем регионе. По первому вопросу, что я хотел бы рассказать. 26 декабря 2019 года правлением фонда социального страхования Украины было принято решение, постанова, была принята постанова о перерасчете регрессных выплат с 1 марта на 16,5%. Обычно эта процедура проходила 7-10 дней. Дальнейшая процедура такая. Постанова передается в Министерство социальной политики. Министерство социальной политики передает в юстицию, где регистрируется постанова. И в дальнейшем юстиция передает на подпись премьер-министру, которую утверждает принятый коэффициент. Прошло больше двух месяцев. Никакого движения этой постанови нет. И находясь 25 февраля на встрече с президентом, вы знаете, что шахтерские лидеры профсоюзных организаций встречались с президентом. Я зашел в дирекцию фонда для того, чтобы поинтересоваться, какая судьба той постановы. На что зам. директора фонда мне ответила, что она лежит без движения, без регистрации и тому подобное. И у меня, это Денисова, зам. директора фонда социального страхования, и она сказала, что у меня есть подозрение, что вообще никто не собирается пересчитывать вам прогрессные выплаты. Но когда на собрании было принято решение, мы сделали заявку на акцию протеста. И как бы пошло какое-то небольшое движение. Вы знаете, что Верховная Рада отправила в осталку кабинет министров, в том числе и премьер-министра Украины. И нам сообщили, выложили на сайте о том, что якобы премьер-министр подписал данную постанову. Но я хочу сказать, что нас вводят в заблуждение. Почему? Потому что это является не постанова. Это является проект все на все постановы. Гончаруком не подписано. Подписало какие-то три особи, которые даже не расшифровали свои фамилии, какие должности они занимают. Поэтому я считаю, что это есть обман. Нет решения от фонда социального страхования по областным управлениям, чтобы производить такие перерасчеты. Поэтому мы сегодня в своей резолюции отразим данную проблему, что нас вводят в заблуждение. Пускай президент, как гарант Конституции, гарант выполнения законов, заставляет своих чиновников, чтобы они выполняли все-таки законы. Почему мы сегодня собрались здесь? Мы сегодня здесь собрались и было принято решение провести нашу акцию протеста возле райадминистрации. Потому что, вы знаете, президент лично назначает главу районных администраций и главу областных администраций, так званых губернаторов. Поэтому у них есть прямая связь, у них есть вертикаль. Районная администрация держит связь с областной администрацией, соответственно, губернатор держит связь с обществом президента.